Иисус 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 Восхищаясь верой и аскетизмом Антония, к нему стали присоединяться множество последователей. Согласно устному преданию, ученики святого Антония, жившие в Египте, позже стали жить в пещерах, которые находятся неподалеку от входа в монастырь. Эта пещера и еще одна, в которой теперь устроен храм, положили начало монастырю. Антоний начал духовную борьбу с главным искусителем, еще когда жил в звериной норе. Позже продолжил эту борьбу с пещерой и, наконец, испокинутой башней, наполненной ядовитыми змеями. Печально известны более поздние искушения, которые Антоний должен был преодолеть в пустыне. Красавицы, появлявшиеся в соблазнительных и чувственных обликах, нечистые духи в образах диких животных или люди, искушавшие его предсказаниями о большой опасности, ждущие его на пути. Он выдержал множество таких нападений, но каждое видение, вызванное сатаной, было отражено пылкой молитвой и искупительными действиями Антония. Географ Антония, святой Афанасий, очень кратко описал роль Антония Великого в восстановлении основ христианской монашеской жизни. Он охватывал пустыню святостью и населял ее своими последователями. Отшельники, которые когда-то жили здесь, прежде всего, стремились уйти от других людей, от шума и городской суеты в поисках мира, созерцания и Бога. Во времена преследований люди шли за отшельниками, чтобы найти уединенные места, недоступные нашествиям и захватам. Отшельники отступали в изолированные места и оттуда боролись за восстановление уходящего мира устройства. Они считали, что для того, чтобы изменить мир, нужно начать с себя. Этот принцип, который отшельники использовали в своем духовном развитии, привлев внимание их современников. Жители больших городов, выдающиеся люди, как миряне, так и духовные, верующие, искали указания того, как жить и лучше всего выполнять свои обязательства, убежденные в том, что у людей, живущих в пустыне и отстраненных от мира, более ясное понимание и более четкое представление о жизни. Отшельники продолжают жить, руководствуясь определенными правилами. Восточные основы отшельничества состоят в том, что фактически отшельник может покинуть свой скит, только если его об этом попросит наместник монастыря. У отшельника есть право на пять часов сна, на один прием пищи в сутки, а также у него есть обязанность проводить семь монашеских литургий. Он должен распределять свое время между работой в саду, молитвой и созерцанием. В промежутках он может принимать мирян, ищущих помощи в решении проблем, посещать исповеди или слушать святую мессу. Это единственные условия, при которых отшельники могут видеться с людьми. Расположенный в прекрасной долине Северного Ливана монастырь Святого Антония действительно является национальной святыней, которая привлекает множество паломников. Это очень красивое место, достойное включения в туристические маршруты. В книгах по истории нет упоминаний о том, что святой Антоний когда-либо посещал эту долину. Однако, по слухам, он навещал своих учеников во время путешествия в Святую Землю. Возможно, именно тогда в долине происходили чудеса и исцеления, подтверждающие гипотезу о том, что святой Антоний действительно бывал здесь. Святой Антоний, наряду с другими святыми, является покровителем людей, борющихся с искушениями или страдающих от психических расстройств. В пещере есть алтарь с цепями, к которым были прикованы больные и страждущие, в то время как в монастыре монахи молились за чудо исцеления. История монастыря – это история христиан и в Ливане, и на Ближнем Востоке. В 1998 году монастырь и грот Святого Антония были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом гроте было множество фресок. Это было не просто искусство ради искусства, а просто искусство как таковое. Скорее искусство, которое служило для того, чтобы лучше созерцать Бога. Во время длительного периода гонений, трудной жизни, мы убрали фрески, чтобы отреставрировать их, а также восстановили грот и обитель отшельников. У первых отшельников, Святого Антония и Святого Павла Фивейского, было множество последователей. По оценкам историков, в IV столетии три обители, расположенные в сирийской пустыне, насчитывали более 600 монахов. К тому же еще около 200 жили поодиночке в изолированных убежищах. Для них затворничество, рожденное христианством, было дорогой к совершенствованию. Это то, что, помимо всего прочего, роднило их с израильтянами, блуждавшими в пустыне после их исхода из Египта, с ианным крестителем и, прежде всего, с голодавшим и искушаемым Иисусом. Среди них были представители различных орденов, в том числе последователи Святого Павла, одна из древнейших конгрегаций ордена бенедиктинцев и босоногие кормериты, до других святых, таких как Василий Великий, Франциск Осийский и брат Альберт, в пустыне также являло опыт, формирующий жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова